здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и вы на моем канале а если вы еще пока не являетесь подписчикам моего канала не забудьте это сделать не забудьте поставить лайк этому видео когда посмотрите естественно чтобы не потерять то что мы делаем на самом деле мой канал довольно уникальный мы делаем разборы невербального поведения разных людей которые дают интервью и в данном случае мы сделаем такой мини разборчик руслана усачева вы знаете к своему стыду я не являюсь поклонницей этого человека этого блогера да и только вот благодаря этому интервью я узнала о нем посмотрела в википедии довольно интересный персонаж я думаю что некоторые видео я обязательно посмотрю но мы здесь собираемся не для того чтобы обсуждать человека а для того чтобы разбирать его невербальные сигналы тела и не будем откладывать это увлекательное занятие я себя убираю и включаю первый фрагмент но первый фрагмент не будет касаться нашего сегодняшнего героя а скорее мы поговорим об одном очень интересном жесте который сделал юрий дуть давайте посмотрим ты вообще не материшься ты вообще никогда не матерился за 10 лет в ю тубе я в жизни не матерюсь вот этот жест мне показался интересным с точки зрения именно изучения почему да потому что это очень неоднозначный жест я сейчас например нахожусь в турции и здесь но для меня конечно это было новостью но этот жест не используется и даже является оскорблением я с этим жестом познакомилась когда ныряла с аквалангом и мне показали что вот вот так надо показывать что все хорошо да все в порядке ну конечно же этот жест очень широко используется в америке он и обозначает что все хорошо вообще в америке он изродился дословный перевод all correct это было в знаете это название было напечатано в американской газете бостон мор монинг пост я прошу прощения за неправильное может быть прочтение английского написания я не совсем разбираюсь в этом но а значит 23 марта 1839 года это впервые было напечатано в этой газете и ваши вошло в обиход и в америке в основном это используют как обозначение все правильно да но вы знаете в разных странах этот жест обозначает абсолютно разные вещи но например во франции этим жестом вы скажете что ничего не вышло до в испании и греции в южной америке это будет сексуальным оскорблением в бразилии это будет выглядеть очень вульгарно в тунисе это будет обозначать я тебя убью в турции это будет обозначать что вы говорите собеседнику что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации вы знаете в японии это будет обозначать деньги да и северном китае если руку поставить на стол и показать этот жест то это будет обозначать спасибо понимаете насколько широко обозначение этого жеста трактовка этого жеста но в целом вообще я бы не рисковала и вообще убрала бы его из обихода если вы много путешествуете потому что в разных странах кардинально различное обозначение этого жеста и юрий дуть конечно же здесь на турецкую например аудиторию очень сильно рискнул адам но давайте пойдем дальше теперь уже непосредственно по жестам главного героя и я взяла немножко жестов в общем-то стримчик хочу вернее видео сделать хочу небольшим поэтому давайте не будем отвлекаться следующий фрагмент и всех эти люди людей пригнали не потому что им нужно знаешь спросите мнение какое-то а потому что ну это мероприятие для прессы камеры стоит я такой сижу жду кодом выставляют свет ну прикольно там но сейчас ты понимаешь что тебя использовали политически а вот теперь смотрите какой интересный жест мы с вами наблюдаем вообще этот жест часто используют именно мужчины потому что в это в этом месте находится паховая область и когда мужчина старается вести себя осторожно он не не отдавая себе отчет он закрывает эту область да вообще конечно же это самое болезненное место если сюда ударить то это будет больно и поэтому мужчин бессознательно идет вот этот жест эта реакция тела и здесь мы понимаем по этой реакции что перед нами человек который пытается осторожничать кроме того он немножечко вот как бы переступает с ноги на ногу но этот это переступание скорее ну переступание тоже как мы знаем по разным разбором до бывает так что человек переступая как бы расширяет свое влияние до расширяет свои позиции тела но здесь как раз вот все таки больше отступания то есть он как бы пытается совладать собой но все равно он отступает перед нами человек который пытается быть осторожным давайте видите вот закрылся рукой и вот переступание и второй ногой он как бы хочет отступить но я понимаю что не заставлял поэтому пожимание плечом видели да я понимаю что у этого была определенная имиджевая история для привлечения вот авторов смотрите как интересно сначала он плечо приподнял и потом плечо пошло вперед вот здесь вот уже пошло расширение обратили внимание сначала закрывается до неуверенность а затем идет наступление вот получается что он плечом как бы проталкивает свое тело создает дает себе дорогу до создает себе продвижение можно так сказать значит это уже ну попытка взять свои руки можно сказать власть да и это уже наступление до сначала он был неуверен потом во второй части фразы он попытался взять себя в руки и продвинуться вперед и вот этот жест очень показателен да когда с вами разговаривают вообще для чего мы изучаем всю эту невербалику сигналы тела для того чтобы понимать что человек имеет ввиду говоря ту или иную фразу вербально наше тело дублирует то что он проговаривает либо говорит что-то еще дополнительно поэтому очень полезно читать сигналы тела и очень полезно подписываться на мой канал если вы еще не подписаны то есть видите наступление совершил потом немножко отклонился но в любом случае это идет расширение пространства и в данном случае человек как бы взял ситуацию можно сказать не только себя но и ситуацию свои руки следующий фрагмент давайте смотреть кто виноват в том что так получилось сказать капитализм виноват путь от люди которые привели к путь на власти и внешнее давление на россию ну то есть геополитика тоже а вот теперь давайте повнимательнее рассмотрим этот жест но мы видим тоже что происходит отклонение тела то есть опять неуверенность да вообще вот в любом случае если человек не уверен то его тело будет отклоняться или защищаться в данном случае он отклонился он не может закрыть паховую область но вообще в арсенале у каждого человека много защитных жестов много наступательных жестов и вообще все эти жесты мы классифицируем и разбираемся в них но вот в данном случае конечно же он как бы произнеся эту фразу он немножко отклонился он понимает что не совсем он в этом уверен да дальше идет усиление это этой неуверенности он качает головой нет и плечом пожимает то есть я не знаю в общем то да но вот вот так вот я скажу ну чтобы просто сказать да ну скажем так скажу потому что вот я как бы мозгами это понимаю но телом я понимаю совершенно по-другому и вот это противоречие он как бы говорит да но на самом деле не уверен вот это обязательно отслеживайте если вы видите такой жест у вашего собеседника например имейте в виду что он не до конца в этом уверен и вот в этом направлении вы можете додавить человека вы можете и ну то есть это его слабое звено вот для чего мы изучаем физиогномику видите как отклоняется плечико качает головой на плечико сейчас намного сильнее то есть мы видим что не уверен не уверен он проговорил но не уверен вот это если вам нужно с человеком о чем-то договориться вот сюда в эту точку можно ударить можно как раз вот дальше разрушить его линию защиты но дуть конечно же коммуникатор очень хороший я вам очень рекомендую пересмотреть это интервью ссылка на него будет под моим видео а я включаю следующий фрагмент давайте смотреть и из случается очень много вещей многие из которых грустны это в том числе то что люди терпят все видите как он медленно отклоняется и как раз иллюстрирует то что и говорит в общем то он так и считает вы видите как медленно отклоняется то есть вот он как раз и говорит о том что люди терпят да люди испытывают страх и все отклоняются отклоняются и отклоня ну то есть получается что он сейчас нам проиллюстрировал сейчас в данный момент он говорит правду он так действительно считает идем дальше теперь начинают привыкать терпеть они забывают что то что тебе казалось дичью пять лет назад и про не сша про авторитарный режим я конечно про россию говорю да а вот здесь уже он отклоняется более основательно видите вот сейчас без звука смотрите как отклоняется действительно вот как от удара то есть да он как бы гипотетически и про и проиллюстрировал и все да ну вот сейчас прям четкий конкретный вопрос который его пугает и который его настораживает и в данном случае мы видим что он отклоняется по серьезному да вот серьезно вот степень испуга даже можно определить потому как сильно чел и как быстро человек отклоняется понимаете вот в драке как происходит как раз вот так и происходит когда ты видишь кулак который на тебя летит да ты отклоняешься твое тело само это считывает вот здесь тоже самое понимаете наше тело она так иллюстрирует наши слова и так вообще если бы мы знали сколько сигналов поступает вот с помощью тела мы бы наверное носили и паранжу и какие-то сдерживающие факторы которые вообще прятали бы все сигналы тела и маски в данном случае я не знаю может быть это какой-то заговор против физиогномистов но сейчас мы все носим маски что ну довольно существенно затрудняет нашу работу но не забывайте о том что даже при ношении масок тело остается свободным и по телу по положению тела потому как человек отклоняется мы можем тоже многое читать давайте рассмотреть дальше понятно а значит следующий фрагмент если смотреть на западный youtube там достаточно активно блогера высказывать там допустим на выборах президентских хоть свою позицию там спокойно могут записать в поддержку смотрите как интересно он стирает с руки как бы стирает с руки и в то же время он потирает руки это тоже довольно интересный жест а ну как бы он говорит вот посмотрите на них у нас такого нет да я как бы я как бы не не участвую в этом да но в то же время я бы хотел чтобы у нас тоже это было вот что говорит его тело трампа или поддержку хиллари клинтон отдельное видео это будет воспринято как нормальная вещь да то есть в россии это будет разговоры а вот смотрите мизинчик вот неоднократно я вам показывала даже схему какой пальчик про про что да за что отвечает в общем то вы можете найти в любом из моих видео у меня их много я думаю что ближайшее время я проведу даже обучение где соберу всю информацию самую выжимку вот из всех ну вот информационных таких посылов которые я делаю в каждом видео но вот мизинец это у нас пальчик про коммуникации палец меркурия и еще не только коммуникации это и сексуальность это сексуальность именно с точки зрения познакомиться с точки зрения договориться да и это еще и пальчик про то ну про коммерцию да и вот он сейчас иллюстрирует коммерческую составляющую то есть получается что в америке это ну как бы получается у нас такого нет он стирает до хотелось бы чтобы это было вот стирая он и усиливает как бы энергетику ладоней да а что касается нашей страны то здесь как раз это чисто коммерческая составляющая и вот это то что он трогает этот палец говорит действительно о многом он и говорит в общем то тоже самое но поток как он это иллюстрирует в лишний лишний раз подтверждают что язык тела всегда идет вот красной нитью как знаете такая бессознательная бессознательный посыл информационный да и вот здесь очень важно вот эти нюансы считывать потому что часто на человек говорит абсолютно другие вещи вербально да они вербально если он вот так возьмет на и начнет пальчик этот теребить то речь идет как раз о коммуникациях о коммерческих коммуникациях вот в данном случае видите как это интересно вот видите в первую очередь то что тебе заплатили за это не то что у тебя есть позиции видите и плечо не знаю да и вперед вперед плечик в этом плане то есть получается когда он говорит это твоя то есть эта позиция да и на при слове позиция он опять выставляет плечо в наступательную позицию получается что в общем то он проиллюстрировал опять да но перед этим конечно же сказал не знаю да не знаю но скорее позиция для меня политика она в россии мертва и трогать мертвые вещи видите опять не знаю прям четкое пожимание плечами смотрите какое интересное отвращение про отвращение я отдельно рассказываю на своих бесплатных занятиях на которые вы обязательно попадете если будете подписаны на канал я вас призываю подписаться на мой канал это довольно увлекательно я в формате прямых эфиров провожу свои занятия сейчас я правда это сделала в виде видео в надежде на то что я сделаю это коротко и содержательно но поставьте лайк если вам понравился такой формат я буду делать его чаще а на этом я сегодня закругляюсь спасибо вам за внимание люблю вас всех очень сильно пока пока